Иса, исполненный Святого Духа, возвратился с Иордана, и Дух повел его в пустыню. Там его сорок дней искушал дьявол. Все это время Иса ничего не ел и под конец почувствовал сильный голод. Тогда дьявол сказал ему, «Если ты Духовный Сын Всевышнего, то прикажи этому камню стать хлебом». Иса ответил ему, «Написано, не одним хлебом живет человек». И дьявол, взяв его на высокое место, показал ему в один миг все царства мира и сказал ему, «Я отдам тебе всю их власть и славу, потому что они принадлежат мне». И я даю их кому захочу. Итак, если ты поклонишься мне, все это будет твоим. Иса ответил, «Написано, поклоняйся вечному, Богу твоему, и служи Ему одному». После этого дьявол привел Ису в Иерусалим и поставил его на самый верх храма. «Если ты Сын Всевышнего», сказал он ему, «то бросься отсюда вниз. Ведь написано же, своим ангелам повелит о тебе охранять тебя. И они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень». А Иса ответил ему, «Сказано, не испытывай вечного Бога твоего». Когда дьявол окончил все искушения, он оставил Ису на время. Иса возвратился в Галилею, исполненный силой Святого Духа. Молва о нем распространилась по всей округе. Он учил в молитвенных домах, и все прославляли его. Однажды Иса пришел в Назарет, в город, где он вырос. И в субботу, как обычно, он отправился в молитвенный дом иудеев. Там Иса встал, чтобы читать. Ему подали свиток со словами пророка Исаии. Он развернул его и нашел место, где было написано. «Дух вечного на мне, потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать время милости вечного». Иса свернул свиток, отдал его служителю и сел. Глаза всех находящихся в молитвенном доме были прикованы к нему. Он начал говорить. «Сегодня эти слова Писания, которые вы слышали, исполнились». Все хвалили его и удивлялись тому, как он хорошо говорил. «Но разве он не сын Юсуфа?» спрашивали они. Иса сказал им. «Вы мне, конечно, напомните пословицу. Если ты врач, то исцели в начале самого себя. И скажете мне, мы слышали, что ты сотворил много чудес в Капернауме, сотвори же и здесь, у себя на родине, что-либо подобное. Но говорю вам истину, ни одного пророка не принимают на его родине. Уверяю вас, что во времена Ильяса, когда три с половиной года не было дождя и по всей стране был ужасный голод, в Исраиле было много вдов. Однако Ильяс не был послан ни к одной из них, а лишь ко вдове в Сарепту близ Сидона. Много было в Исраиле прокаженных во времена пророка Альясы. Однако ни один из них не был очищен, кроме сирийца Наомана». Все в молитвенном доме иудеев пришли в ярость, когда услышали это. Они вскочили, вытащили Ису за пределы города и привели к обрыву горы, на которой был построен город, чтобы сбросить его вниз. Но Иса прошел сквозь толпу и ушел из города.